В день Конституции Российской Федерации в Армавире состоялось вручение паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста. Прошло мероприятие в торжественной обстановке в администрации города. Почетные гости – депутаты, общественники, правоохранители, священнослужители – поздравляли молодых людей с получением главного государственного документа. Желали им в будущем стать достойными гражданами нашей страны. Сегодня особенный день не только в вашей жизни, но и в жизни нашего города. Почему? Потому что впервые, наверное, за пять лет, когда в городе в нашем происходит торжественное вручение паспортов, паспорта вручается в таком значимом для каждого армавирца месте, как администрация и городская дума, центр нашего города. Это глубоко символично. Я вам от чистого сердца, от всей души хочу пожелать, чтобы этот самый главный документ вы принесли с гордостью и честью на протяжении всей своей жизни, чтобы он вам, как написано в Конституции, служил правдой и верой. Наталья Овчинникова, заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по армавиру, рассказала ребятам, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность на территории страны, обратила внимание на необходимость бережного и аккуратного отношения к нему и, конечно же, отметила важность происходящего. Сегодня 12 декабря. Вы все знаете, какой сегодня у нас праздник? День Конституции. Мы специально приурочили это событие к этому большому празднику, чтобы вы это событие помнили, запомнили надолго и рассказывали своим детям и своим внукам. В этот день обладателями паспорта гражданина Российской Федерации стали 14 школьников. Примечательно, что среди них и четыре пары близнецов. Рядом с ребятами в этот торжественный момент были родные и близкие. Они разделили с ними радость и волнение. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». Самый классный классный в «Армавире» состоялся финал муниципального этапа краевого конкурса лучших классных руководителей. Прошло мероприятие 12 декабря на базе третьей школы перед началом состязаний по традиции приветствия от почетных гостей с наилучшими пожеланиями. Участие в профессиональном конкурсе – это всегда праздник. Вы все равно не будете теми, какими были до того, как участвовали в этом конкурсе. Вы выросли. Выросли по отношению к самим себе. Поэтому я знаю, что сегодня победят немногие, но тем не менее мы все уже победители. Добрались до финала не все, лишь 12 человек, а изначально в борьбу за титул «Самый классный классный» вступили 36 педагогов всех городских школ. Позади два сложных этапа – заочный, в ходе которого нужно было представить программу. Преодолевшие его прошли во второй тур, там участникам предстояло показать мастер-класс. И вот самый ответственный этап конкурса – финальный. В финальном этапе каждый участник, который прошел уже в третий этап, показывает самопрезентацию, что он умеет, что он представляет из себя, свое кредо. Финальный этап конкурса очень торжественный, все волнуются. И это волнение сказывается на всех, как на участниках, так и на организаторах. Детки, которые пришли поздравить своих учителей, группы поддержки из педагогов, заместителей директора по воспитательной работе, коллег и директора школ присутствуют здесь, очень болеют за своих коллег и, конечно, надеются, все надеются на победу сильнейших. Самых классных классных определяли в этот день в четырех номинациях. Лучшей среди представителей начальной школы стала педагог первой гимназии Виктория Драгунова. У среднего звена также преподаватель гимназии Наталья Ключко, у старшей школы – представитель 11-го лица Анна Романова. Андрей Дмитриев из школы-интерната номер один «Казачья» стал лучшим в номинации «Класс казачьей направленности». Победители будут отстаивать честь родного города уже на краевом этапе конкурса. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Единый центр медицинских осмотров доктора Дукина открылся в Армавире. Оформить санитарную книжку, справку на ношение оружия, водительскую справку, пройти сан-минимум, флюорографию – эти и многие другие услуги можно получить в одном месте и за короткое время. Не надо метаться из одного конца города в другой. Специфика медицинского центра заключается в том, что на этой же территории каждый человек, который сюда придет со своими запросами, здесь должен получить ответы на свои запросы. То есть если человек пришел получить справку от нарколога, то он здесь может получить справку от нарколога. На территории у нас здесь же можно посмотреть, находится на учете по базам данных или не находится какой-либо человек, клиентом или пациентом. То же самое касается и психиатрической службы. То есть получить освидетельствование психиатра и посмотреть по базам данных, состоит он на учете у психиатра, либо не состоит на учете у психиатра. Оперативная работа регистратуры, отсутствие очередей, комфортные кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием, а еще коллектив – профессионалы высокого класса с большим опытом работы. Все это – единый центр медицинских осмотров доктора Дукина. Здесь заботятся о своих клиентах. Интересно то, что не оставляют их и после получения необходимых документов. После получения этих справок люди, если кому-то необходимо, могут здесь же попасть к нашим врачам для медицинских услуг различных. И различные анализы могут сдать, и пройти здесь рентген, флюорографию они могут, и посетить различных специалистов-врачей – и терапевта, и гинеколога, и стоматолога, и хирурга, и многих-многих других. Сделать флюорографию или рентген можно также на территории центра. Здесь есть свой современный цифровой рентгенографический аппарат. Оборудованный специальный кабинет, где клиенты могут пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Это необходимо для работников потребительской сферы. Немаловажно, единый центр медицинских осмотров доктора Дукина является лицензированным медучреждением. Находится он практически в сердце города, куда легко и просто добраться на втором этаже делового центра «Вилсон». Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00, медосмотры до 14.00 часов. В декабре и январе на медосмотры действует скидка 30%. Подробности уточняйте в Едином центре медицинских осмотров доктора Дукина. Марина Бартинева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира.